Доброго всем времени! Приветствую на пятой лекции вторая часть нашего курса Критическое мышление на каждый день Просто, научно и полезно Я напомню вам, что цель нашего курса совершить увлекательное, интересное и полное открытие путешествия в страну критического мышления Мы с вами уже это путешествие начали поговорили о наивном реализме о здравом смысле и начали говорить о интуиции Сегодня мы продолжим говорить о интуиции Итак, структура курса для тех, кто недавно к нам присоединился Несколько десятков видеоуроков находятся на портале YouTube Слайды доступны на портале Slideshare Вы можете скачивать, смотреть параллельно видео или в той форме, какой вам удобно Итак, давайте повторим то, что мы видели о чем мы говорили на последних лекциях Мы сказали, что можно полагаться на интуицию на здравый смысл, на житейскую мудрость в большинстве ситуаций Но иногда они нас подводят И это происходит по ряду причин В том числе, например, наивный реализм ошибается из-за того, что мир иногда не таков, каким мы его видим каким мы его воспринимаем А кроме этого, иногда окружающий нас мир, законы природы настолько сложны, чтобы подумать о них или прийти, как бы, по-моему, что они существуют только благодаря наивному реализму или у нас житейской мудрости просто невозможно Мы видели один из таких примеров Ученые доказали, что, например, голубей можно учить различать картины разных художников или музыку разных музыкантов достаточно такой неожиданный Мы с вами сказали и подтвердили слова Вольтера что иногда здравый смысл не совсем здравый Здравый смысл – хорошая вещь в большинстве ситуаций на нее полагаться можно но не всегда Так же, как и мудрость пословий Для многих ситуаций, для многих событий можно найти пословицы, подтверждающие это событие и неопровергающие Расстояние разжигает огонь людей Расстояние убивает его Две пословицы, которые говорят совершенно противоположные Поэтому, чтобы восстановить свою позицию в споре и в фонтологическом выводе использовать пословицу, как правило, нельзя Мы начали с вами говорить о интуиции о быстром мышлении без какого-то размышления просто раз и побежать Мы в основном на прошлом занятии говорили о слабых сторонах интуиции о том, когда интуиция нас обманывает когда благодаря ей мы ошибаемся Сегодня мы больше поговорим о сильных или, можно сказать, о невероятных условностях интуиции Итак, давайте приступим Ну, прежде всего, такое общее замечание Наша интуиция помогает нам в огромном количестве ситуаций Есть множество примеров Да, можно сказать, бесконечное множество Про все из них, конечно, поговорить мы не можем Даже по большей части интуиции мы не можем Но есть замечательная книжка, доступная на Амазонию Как вы можете видеть, она стоит достаточно недорого Она, например, не на английском Но, тем не менее, у кого есть возможность Можете ее почитать Да, здесь описано множество примеров Применения интуиции Помимо этой книжки Конечно же, книга профессора Дэвида Майерса В которой вы также можете познакомиться С невероятными способностями нашей интуиции А сегодня с некоторыми примерами Когда интуиция нам помогает Мы сейчас с вами о них поговорим более подробно Итак, давайте приступим Например, как показали исследования Большинству людей Достаточно посмотреть короткие видеофрагменты Порядка пяти секунд Чтобы понять, стоит ли доверять человеку на видео Или не стоит Незнакомому человеку Обратите внимание, всего лишь несколько секунд И уже, чтобы понять, насколько человек достоин доверия Этого бывает достаточно Чтобы степень удачи Степень того, насколько человек разобрались Психопат, допустим, перед ними или не психопат Была больше Вероятность удачи была больше, чем при случайном угадке Более подробно можете прочитать про это исследование Его провело несколько человек В том числе, упомянутый только что Эленхель Да, исследование называется Тетеком психопатики То есть, как обнаружить психопатию По поведению, по небольшим видеофрагментам По психопатии мы сегодня поговорим чуть позже Когда будем в уголке библиофии Итак, давайте продолжим Еще один пример невероятной ликвиции Чтение тонких срезов Например, посмотрев 30-секундный ролик В котором показывали, как преподаватель ведет свою лекцию Студенты очень хорошо могли оценить качество преподавания в процессе семестра, который еще только начинался То есть, в начале студенты в этом эксперименте показывали ролик маленький Тридцать секунд Те преподаватели там чуть-чуть здоровался, чуть-чуть в лекцию И на основании этого студенты достаточно хорошо могли предугадать, какую оценку за преподавание получит этот преподаватель в процессе семьи Что это как не интуиция, да? Незнакомый человек, незнакомая ситуация всего лишь тридцать секунд Но, тем не менее, уже этого было достаточно Чтобы намного больше вероятности, чем случайную гамму Предугадать, какую оценку получит преподаватель Помимо прочего, помимо того, что мы сказали Интуиция помогает генерировать ученым идеи для новых исследований Разумеется, да? Накапливаются данные Ученые проводят эксперименты, размышляют в лаборатории, попутят на работу И постепенно, благодаря своей интуиции Формулируют гипотезы, которые потом опровергают или проверяют Более подробно про это можете почитать How common sense, psychological, and from law, and psychological, и все Тоже достаточно интересное И следит Еще один пример невероятных способностей нашей интуиции Это способность узнавать и распознавать лица очень быстро Очень часто вы наверняка замечали, да? И видели такой феномен Достаточно посмотреть на какую-то кучу людей Так, мельком пробежать по ней глазами Если там есть кто-то знакомый Вы можете очень часто это сразу замечать О, там, это мой друг, я его давно не видел Там моя тетя, моя бабушка и так далее Происходит это, как правило, очень-очень быстро И может быть, это еще не кажется вам удивительным Но если подумать, как происходит процесс узнавания лица Да, как работает, например, компьютерная программа, которую узнает лица То, на самом деле, то, что это происходит и очень быстро И без нашего осознанного вмешательства Это удивительно Давайте поговорим про это более подробно Итак, нервные импульсы, которые путешествуют у нас в голове Они намного медленнее тех сообщений, которые пересылаются в компьютере Однако сегодня наш мозг Это произойдет любой из самых быстрых компьютеров способности узнавания лица А что еще более удивительное, мы сейчас посмотрим и поговорим вкратце о путях, по которым идет зрительный импульс И вы увидите, насколько все сложно устроено в нашем мозгу И тем не менее, очень быстро мы способны увидеть, например, в клубе знакомый Узнать его, обратить на него к ним И это кажется достаточно невероятным Ну, итак, давайте посмотрим Я сейчас очень кратко пробегусь по физиологии зрения Опять же, без деталей Но этого будет достаточно, чтобы понять, насколько все сложно устроено И насколько удивительно, что мы так быстро можем узнавать лица Не только мы, но даже, в общем-то, уже и маленькие дети, меньше, чем год Даже младенцы могут в черной степени узнавать лица Это удивительно Итак, давайте посмотрим Ну, как вы знаете, изображение попадает на сетчатку И по зрительным путям достигает хиазма Там она частично перекрещивается И попадает в латеральное коленчатое тело Чем лучше Здесь уже происходит много интересного Во-первых, латеральное количество коленчатое тела Вот оно в таком схематическом рисунке В нем 6 уровней То есть, есть слева латеральное коленчатое тело Есть справа, да? И каждый из них состоит из 6 уровней И эти уровни делятся по виду клеток, которые в них превалируют Есть магноваскулярные уровни Есть парвоваскулярные Есть даже коневаскулярные Так вот, уже на этом уровне происходит Определенная упорядоченная зрительная информация Которая, кроме того прочего, еще и топологическая Из латеральных коленчатых тел Как мы видели, часть информации спускается в древние структуры В верхней хомики четверофомии Супериоскалипулу И они ответственны, например, за моргание глаза За рефлексы глаз И в том числе, они частично связаны Мы с вами про это уже говорили С древним, со слепым зрением Большая же часть информации Идет в главную зрительную кору То есть, из латеральных коленчатых тел Большая часть информации идет в главную зрительную кору И попадает в шпорную бороду То есть, тылки В сону и айти Причем, обратите внимание Мы говорим о главных путях Но обычно все эти пути, они в обе стороны Просто в одну сторону идет больше, а в другую меньше Ну, и так, давайте посмотрим Так, более увеличим рисунок Итак, смотрите Из сетчатки попадает в латеральное коленчатое тело Часть информации, как мы сказали, идет в верхнюю холмию Честверофомию А большая часть информации попадает в шпорную бороду Кравную зрительную кору В зону и айти И там начинается много-много сложного И много-много интересного Из зоны В1 часть информации попадает в зону В2 Часть В3, часть В4 Есть еще много-много других зон, которые здесь не изображены Часть зон больше, соответственно, за восприятие цвета Часть за восприятие движения Часть за восприятие, например, в зоне В1 Горизонтальных, вертикальных и наклонных полосок Часть за другой И посмотрите, как сложно устроена эта информация Она идет в обе стороны Она перекликается с одной в другую В конце концов, часть информации должна синтегрироваться Если в одном части мозга, соответственно, больше за восприятие цвета Вторая за восприятие движения Третья за восприятие форм В итоге мы же видим целое Мы видим объект как целое Мы не видим объект, как составляющий Состоящий из его цвета, границ, формы и так далее Мы воспринимаем объект целиком То есть в итоге еще вся эта информация где-то должна интерпретироваться И часть информации из этой схемы попадает в правую ветеринаобразную измеренную Которая ответственна за распознавание и познавание влеза Именно в правую, по большинству, или не влеза Итак, смотрите Несмотря на такой сложный процесс Мы видели его очень-очень схематично Очень-очень частично Я надеюсь, вы уже поняли, насколько он сложный Несмотря на то, что скорость прохождения сигнала по нейронам Намного медленнее, чем скорость, например, обработки информации на компьютере Несмотря на то, мы узнаем и распознаем лица очень-очень быстро Подчас неосознанно, разумеется, неосознанно Мы можем пробежаться по толпе глазами И сказать, ой, там кто-то знакомый Сконцентрировать на нем внимание И увидеть, да, точно Это друг, которого мы не видели несколько лет Что это, как мне, одно из удивительных сторон нашей интуиции Быстрого знания, без какого-то внимания И без размышления Рок и увидели Очень сложно и очень интересно И потрясающе На мой взгляд Есть небольшой урок про латеральное коленчатое тело Про его уровни, как происходит порядочная информация Он доступен на YouTube Кому интересно, можете с ним ознакомиться Мы же с вами выходим на перемену И после перемены продолжим Субтитры создавал DimaTorzok